на двери парикмахерской до сих пор висит выцветший желтый плакат на котором изображены лица трех женщин из спрингфилда сверху плаката напечатан жирным шрифтом кричащий заголовок пропали без вести летом 1992 года билл стоукс владелец парикмахерской когда приклеивал это объявление к двери дал себе обещание я сказал себе что не сниму его до тех пор пока это дело не будет раскрыто я надеялся что его раскроют теперь наверно он так и сгниет на этой стене плакат на парикмахерской ничем не отличается от массы точно таких же плакатов расклеенных по территории всего плато озорк желтый блеклый он напоминает людям о трех женщинах которые бесследно исчезли из собственного дома расположенного в небольшом тихом районе третьего по величине штата миссури города спрингфилд пропавшими женщинами были 47-летняя шерилл левитт ее 19-летняя дочь сьюзи стритер и подруга сьюзи 18-летняя стейси маккол всего за несколько часов до исчезновения 6 июня 1992 года все трое посетили выпускной в старшей школе кикапу где девушки улыбаясь позировали для фотографий и заканчивали обдумывать планы на вечеринку которая должна была состояться тем же вечером в 18.00 в хэммон студент-центр закончился выпускной в 19.30 подруга сьюзи стритер приносит ей торт по случаю праздника в 20.30 сьюзи и стейси приезжают на первую по счету вечеринку в городе баттлфилд в 21.30 подруга шерилл позвонила ей домой где-то переодевалась в 22.30 стейси позвонила домой родителям и сказала маме что она не поедет на вторую вечеринку в брэнсон и останется ночевать дома у подруги по имени джанель кирби 7 июня в час 30 ночи сьюзи и стейси появились на другой вечеринке в спрингфилде откуда ушли около двух часов ночи после этой вечеринки они засобирались домой джанель но по дороге решили заехать к сьюзи по адресу из делмор стрит 17 17 чтобы посмотреть новый водяной матрас который подарили сьюзи этот матрас размера king size стал выпускным подарком от ее мамы а левиты купили этот дом всего два месяца назад с этого самого момента начинают происходить непонятные до сих пор вещи в доме что-то произошло между двумя 30 ночи когда как считает полиция девушки вошли в дом стритер и восемью часами утра когда подруга джанель кирби позвонила чтобы решить во сколько они поедут в аквапарк whitewater в брэнсоне тогда на звонок никто не ответил она оставила сообщение на автоответчик в 12.30 джанель со своим парнем поехала к дому сьюзи чтобы отыскать подруг но дома никого не оказалось к 19 часам к дому подъехала дженнис мама стейси маккол чтобы забрать вещи и машину дочери с тех самых пор троих женщин никто не видел 8 июня началось расследование полицейские подъехали к дому и начали ждать выдачи ордера на то чтобы войти внутрь к концу дня они успели понять что дело серьезное о произошедшем узнали средства массовой информации 9 июня к делу подключилась фбр над делом работали все до единого детективы полицейского департамента спрингфилда 13 июня полиция обратилась за помощью в поисках женщин к населению с того дня полицейские получили более 5000 сообщений о произошедшем провели бесчисленное количество проверок потенциальных подозреваемых на полиграфе среди подозреваемых были друзья и члены семьи также полицейские произвели поиски окрестных лесов и полей озорка и еще 21 штата сам дом мало что мог рассказать о случившемся внутри не было следов борьбы не было ни одной улики намекающей на совершение преступления ничего что могло бы подсказать что произошло что-то ужасное единственная необычная вещь произошедшая в доме оттуда бесследно исчезли три женщины находясь в доме у вас появляется чувство что что-то пропало что-то должно было пропасть но пропали только они сказал однажды тони глен капитан полиции спрингфилда в отставке который занимался этим делом в те годы у каждой из трех женщин были свои машины все эти машины стояли нетронутыми на подъездной дорожке дома синий шевролет корсика шерилл левитт был припаркован под навесом для машины красный форд эскорт сьюзи стритер и тойота королла стейси маккол стояли на кольцевой дороге недалеко от дома ключи от всех автомобилей лежали внутри незапертого дома три дамские сумочки лежали вместе на пороге спальни сьюзи известно что мать и дочь курили сигареты но в доме их сигарет обнаружено не было купленный заранее торт которым предполагалось отпраздновать выпускной лежал в холодильнике нетронутым было очевидно что девушки собирались ложиться спать они смыли макияж и бросили сырую одежду в корзину для белья украшения лежали на раковине шорты стейси маккол с цветочным узором были аккуратно сложены и лежали сверху на сандалиях стоявших рядом с водяным матрасом в карманах шорт лежали украшения девушки полицейские предполагают что в ту ночь она покинула дом в одной лишь футболке и трусиках но вот вопрос как именно она и остальные женщины покинули дом до сих пор терзает умы полицейских членов семей и друзей полицейские цепляются за идею что некий мужчина применив какую-то хитрость например прикинувшись работником коммунальных служб мог предупредить женщин о якобы утечке газа где-то в их квартале и таким образом выманить их из дома это предположение возникло не на ровном месте дело в том что кто-то бросил в почтовый ящик одной местной газеты записку в которой содержался группой набросок жилого массива и фраза прикиньтесь газовщиком и сообщите об утечке газа 15 июня полицейские решили проверить информацию что в ту ночь рядом с домом видели бродягу был составлен его фоторобот 16 июня полиция опубликовала ретушированное фото микроавтобуса марки dodge похожего на то что видели рядом с домом шерил из юзера на утром 7 июня 24 июня полицейские начали проверять новый след официантка ресторана джордж стейкхаус одного из любимых ресторанов шерил левит сказала что видела трех женщин которые зашли поесть между часом и тремя часами ночи они пришли и ушли вместе официантка сказала что у сьюзи кружилась голова возможно она была пьяна и ее мама пыталась ее успокоить благодаря этой наводке сумма вознаграждения за информацию о пропавших взлетела с трех тысяч долларов до 40 тысяч местные жители вопреки мнению полицейских считают что к этому исчезновению причастны гораздо больше людей по словам полицейских если в это преступление вовлечены другие люди то речь может идти о похищении или тройном убийстве и тогда кто-нибудь да обязательно проболтался бы об этом за прошедшие годы летнее потрясение летом 1992 года в моде у подростков были длинные волосы девушки носили серьги обручи песни металлика завоевывали лидирующие позиции музыкальных чартов а интернет находился в зачаточном состоянии эта история шокировала спрингфилд и выбила все население города из спокойного русла реки под названием зона комфорта были развернуты полномасштабные поиски полицейские и добровольцы верхом на лошадях и пешком обыскивали поля с высокой травой юго-запад города горожане начали запирать двери соседи поклялись приглядывать друг за другом в церквях и домах всего озорка люди молились чтобы кто-то что-то заметил любую вещь которая помогла бы полиции разрешить загадку дома на ист-делмор-стрит в течение нескольких дней были распечатаны и затем расклеены телефонные столбы витрины магазинов рестораны и на остановке более 20 тысяч объявлений об исчезновении женщин не имея никаких других идей правоохранители выкопали по наводке звонивших все муравейники которые поначалу приняли за свежие могилы следователи пытались найти хотя бы одну зацепку полицейский департамент спрингфилда непременно подсуетился и добился присвоения делу статуса национального уровня таким образом полицейские полагали что если это исчезновение было серийным преступлением какие-то ответы могут быть у жителей другого штата к концу первой недели лица пропавших женщин появились в популярной американской передаче america's most wanted благодаря чему поступило 29 звонков в другой национальной новостной программе под названием 48 часов были показаны кадры полицейских поисков проверок на полиграфия и работы полицейских с уликами однако после показа этих передач ценных улик получить так и не удалось многие годы спустя детективы которые были задействованы в этом расследовании ставшим одним из крупнейших расследований в истории озорка продолжали ломать голову над этой неразгаданной тайной хотя приоритет расследования исчезновения этих женщин падал с течением времени боль членов семей которые потеряли своих родственниц не угасала и была такой же как в 1992 году дженнис и стю макколы родители пропавшей стейси создали организацию которая призвана помогать семьям чьи родственники тоже пропали они продолжают надеяться что однажды их дочь все же найдут они поклялись что не станут признавать дочь погибшей до тех пор пока следователи не найдут останки стейси семьи левит и стритер через суд уже признали шерил и сьюзи погибшими их родственники решились на этот шаг через пять лет после исчезновения женщин свежий взгляд дело которое как многие полагали было неправильно расследовано из-за того что местный шеф полиции мало уделил ему внимание с середины 90-х годов официально приобрело статус нераскрытого все улики вели в никуда на пятую годовщину полицейский департамент спрингфилда анонсировал что внимание которое уделяется этому делу никоим образом не оправдывает затрачиваемые людские и материальные ресурсы поэтому сопровождение дела об исчезновении трех женщин было решено прекратить до тех пор пока не появятся новые зацепки если какие-то следы в деле будут признаны пригодными то они будут проверены если же нет то они будут просто-напросто отброшены однако в начале двухтысячных годов когда отдел расследований возглавил майор стив ай джеймс был вновь открыт тот шкаф где хранились тысячи потенциальных улик которые ранее не были изучены ай джеймс захотел посмотреть на дело свежим взглядом и захотел чтобы работа над этим делом была возобновлена работу над этим делом он поручил 28-летнему капралу грэгу хидждону и тот незамедлительно начал прочесывать старые улики и всевозможные зацепки в 1992 году когда исчезли женщины грэг как раз поступил на первый курс колледжа и был ровесником двух пропавших девушек огромная целеустремленность и решимость хидждона в паре с навыками проведения расследований капрала аллена нила позволили напарником стать лучшей следственной группой поэтому надежда родных пропавших женщин снова ожила первый след который появился на поверхности и над которым следователи работали долгое время был человек по имени роберт крейк кокс хотя у членов семей пропавших без вести был список из десяти вероятных подозреваемых кокс занял в этом списке первую строчку впервые полицейские допросили его в июне 1992 года однако когда он предоставил полицейским железобетонное алиби утром в день исчезновения он вместе со своей подругой посещал церковь полицейские переключились на других подозреваемых и другие улики а про него забыли затем кокс который все еще оставался на свободе после того как избежал смертной казни по обвинению в другом деле был арестован в техасе за кражу в его послужном списке на тот момент уже были кражи со взломом похищение и убийство офицеры допросили его и игра началась как и печально известный маньяк тэд банди кокс содержался в тюрьме города старк во флориде он рассказал полицейским достаточно чтобы те подумали что он что-то знает но этой информации было слишком мало чтобы предъявить ему обвинения он рассказал следователям что женщины давно мертвы и похоронены недалеко от спрингфилда перед лицами членов большого жюри округа грин бывшая девушка кокса сообщила что солгала полицейским по поводу его алиби утром 7 июня 1992 года на самом деле кокс не ходил с ней в церковь он позвонил ей и попросил солгать полицейским ради него узнав об этом офицеры из спрингфилда дважды возвращались в техас чтобы допросить кокса но так и не получили полезной информации кокс написал письмо в газету сообщив что летом 1992 года работал землемером в компании smnp conduit инкорпорейтед которая занимается поиском и маркировкой подземных коммуникаций я маркировал спрингфилде почти все я выполнял работы в районе дома где произошло похищение слова кокса не выглядели многообещающими к тому же у полицейских были и другие подозреваемые однако кокс был в списке подозреваемых с самого начала с тех самых пор как в полицию позвонили из флориды из семьи которая точно знала через что проходят макколы и стритеры еще одна скорбящая семья через несколько дней после того как было сообщено об исчезновении женщин в своем доме в городе данэлон во флориде находилась женщина по имени дороти зеллерс она решила немного посмотреть телевизор ее внимание привлекла передача в которой показывали трех симпатичных женщин а затем она услышала комментарии ведущего по поводу их исчезновения из собственного дома в спрингфилде дороти сразу же подумала о своей 19-летней полной радости и жизнелюбии дочери шерон которая однажды была изнасилована и убита продолжая смотреть передачу дороти все больше и больше думала о человеке которого посадили за убийство ее дочери в конце 1978 года верховный суд флориды отменил этому человеку роберту коксу смертную казнь тремя годами ранее а затем он и вовсе вышел из тюрьмы поудо после этого он вернулся домой к своим родителям этот дом находился в штате миссури городе спрингфилд как только ее муж чарльз и сын стив вернулись из поездки в талахаси дороти рассказала им о пропавших в миссури женщинах то чего не знала полиция знали зеллерсы вот почему в течение многих лет они часто задавались вопросом найдут ли когда-нибудь шерил с юзи и стейси шерон была счастливой девятнадцатилетней девушкой она была еще не готова поступать в колледж однако была довольна своей работой в магазине сувениров тематического парка фронтерленд в дисней ворлде она не должна была выходить на работу 30 декабря 1978 года но коллега позвонил ей и сказал что болен и девушка с радостью согласилась подменить его после рабочей смены из парка она вышла в 22 часа пять дней спустя ее изуродованное тело нашли в канализации эта канализация располагалась всего в 100 метрах от того мотеля где 19-летний кокс останавливался со своими родителями во время отпуска и уже через несколько дней кокса солдата который был в армии на хорошем счету уже допрашивали в полиции через десять лет зеллерсы встретились с ним в суде времени прошло так много потому что прокурором долго не удавалось выстроить обвинение против человека который через год после убийства шерон был назван солдатом года свидетельские показания на его недельном судебном процессе показали что той ночью кокс вернулся в свой номер в мотеле с окровавленным ртом у него был откушен двухсантиметровый кусок языка родители шерон полагали что его откусила их дочь в машине шерон полицейские обнаружили отпечаток подошвы военной обуви обувь с точно такой же подошвой носил кокс на суде медсестра рассказала что кокс не мог как он сам заявлял откусить собственный язык во время драки укус был совершен другим человеком это было видно по следу от зубов прокуратура добилась обвинительного приговора смертная казнь но пока кокс находился в камере смертников верховный суд флориды решил что у присяжных из 12 человек недостаточно доказательств чтобы осудить его поэтому он был освобожден зеллерсы были опустошены злы на судей которые освободили человека от которого по их мнению шерон пыталась отбиться той декабрьской ночью вот почему отец шерон поклялся следить за коксом часто звания в тюрьму калифорнии его офицеру по условно-досрочному освобождению спрингфилде а теперь и чиновникам тюрьмы в техасе куда бы ни отправился кокс или чтобы с ним не случилось стив всегда знал это именно поэтому он точно знал где находился роберт кокс 7 июня 1992 года в ночь исчезновения женщин поиски правды полицейские спрингфилда проверили все сточные ямы вокруг города они также обыскали места известные коксу они смогли проигнорировать историю шерон зеллерс и тот факт что присяжные в составе 12 заседателей поверили что именно кокс был тем человеком который убил шерон и поместил ее тело в канализационную яму сьюзи стритер и стейси маккол тоже ехали домой прямо как шерон они были того же возраста и тоже носили длинные волосы джим уильямс отец шерил левитт скончался в 1997 году он до последнего дня верил что именно кокс убил его дочь и внучку по рассказам кокс улыбался когда разговаривал об этом деле с полицией он как будто играл с ним и в игру ему удалось убедить многих что у него есть ответы на волнующие всех вопросы в то же время полицейские прекрасно понимали что кокс может быть непричастен к исчезновению и просто развлекается водя полицейских за нос в середине 1997 года кокс написал письмо в газету в котором утверждал что во время его допроса в тюрьме тогдашний сержант кевин руд попросил его рассказать где лежат тела кокс сказал что мог бы указать на местонахождение тел репортеру но не будет этого делать поскольку репортер сдаст его полиции и уж тогда то его точно подвергнут смертной казни единственное что он сказал женщины мертвы и похоронены в окрестностях спрингфилда клифф уильямс каждые несколько недель ходит постригаться в парикмахерской билла стоукса на двери которой висит плакат с пропавшими без вести но он ни разу не говорил парикмахеру что пропавшая шерилл левитт была его племенницей особая связь сьюзи стрит рассчитала свою маму шерилл левитт одной из своих лучших подруг сьюзи могла отменить планы встретиться со своими друзьями чтобы просто провести время с мамой они могли поговорить о чем угодно друг для друга они постоянно записывали кассеты с избранными песнями и личными сообщениями я просто хочу сказать что люблю тебя звучало сообщение между песнями вот почему ни для кого не было сюрпризом что эта парочка могла заказать на дом пиццу и немного побыть наедине после выпускного сьюзи всего за несколько часов до того как девушка отправится на вечеринку шерилл была единственным членом семьи сьюзи кто присутствовал в хэммон студент-центр когда она получала свой диплом по обеду с дочерью шерилл занялась лакировкой стула и поклейкой обоев в одной из комнат дома которые она приобрела всего два месяца назад поскольку сьюзи собралась провести ночь в компании друзей в отеле брэнсона дом был в полном распоряжении шерилл сьюзи покинула дом с небольшой болью в животе возможно из-за пиццы как она позже расскажет друзьям несколько минут спустя сьюзи уже была дома у подруги джанель кирби как только пришла третья подружка стейси маккол они втроем отправились на вечеринку шерилл начала работу по дому на ист-делмор-стрит компанию ей составил йоркширский терьер по кличке корица а в холодильнике стоял торт по случаю выпускного этот торт они планировали поесть на следующее утро сверху на его глазури было написано поздравляю сьюз друзья навсегда джанель и стейси дружили с пеленок семьи маккол и кирби проживали в баттлфилде по соседству мама джанель часто присматривала за стейси когда той было около 3-4 лет девочки стали лучшими подругами вместе играли и ходили в одну и ту же группу в детском саду на фотографиях в альбоме джанель девочки всегда запечатлены вместе на лицах обеих съед улыбки от уха до уха во втором классе стейси и джанель познакомились со сьюзи высокой белокурой девочкой с небольшой припухлостью на подбородке сьюзи оставили на второй год обучение во втором классе поэтому она была на год старше своих новых подружек однако это не мешало им настолько сильно сдружиться что иногда они ночевали вместе у кого-нибудь дома маккол и переехали в другой штат когда стейси было 11 лет когда стейси вернулась обратно через пару лет некоторые вещи уже успели поменяться теперь подружки как правило общались парами иногда джанель и стейси иногда джанель и стейси когда пришло время старших классов стейси начала общаться с более популярными девушками в школе а сьюзи попала в более хулиганистую компанию джанель приходилось разрываться между двумя подругами однако за несколько месяцев до выпускного три подруги стали гораздо ближе почти как в детстве джанель и стейси по-прежнему считали себя родными сестрами они вместе отправились сдавать тест и сети выпускной экзамен в старшей школе и вместе отпраздновали свое 18-летие сьюзи снова стала появляться на их совместных фото особенно на выпускном одним словом девушки были счастливы и двигались вперед к неясному но все же многообещающему будущему стейси и джанель планировали поступить в государственный университет миссури и подумывали вступить в студенческое женское общество сьюзи планировала пойти по стопам своей матери шерил выучиться на косметолога шерил работала в салоне красоты под названием new attitudes hair salon и у нее было более 250 постоянных клиентов но прежде всего этого у девушек было несколько дней веселья которые начинались в день выпускного еще до окончания официальной церемонии выпускного вечера три подруги договорились встретиться у джанель в 8 часов вечера а затем отправиться на вечеринку оттуда поехать в другой город и наконец остановиться в отеле города брэнсон и посетить следующим утром аквапарк whitewater внезапное решение стейси знала что ее родители будут переживать что девушки поедут в брэнсон поздно ночью дженнис и стю макколо не могли прогнать мысль о том что дочь и подруга могут погибнуть в аварии стейси позвонила домой в 22 30 и сказала что планы изменились девушки решили не рисковать мы никуда не поедем сегодня ночью мы собираемся поехать whitewater утром я останусь на ночь здесь у джанель сказала стейси своей маме дженнис позвони мне прежде чем вы поедете в whitewater хорошо позвоню спокойной ночи дженнис сразу же успокоилась и легла спать этот длинный счастливый день подошел к концу девушки подвыпили и поехали на другую вечеринку к своей подруге по имени мишель элдер стейси и мишель договорились что им нужно отметить это событие как следует но вечеринка на из ганновер стрит была слишком громкой и соседи вызвали полицию офицер прибыл в час сорок ночи и разогнал отмечающих сьюзи и стейси сели по своим машинам припаркованным у дома джанель ее мама к эти кирби поставила в гостиной раскладушки для сьюзи и стейси джанель легла спать на диване поскольку приехали родственники из другого города которым выделили для жилья комнату девушки тогда сьюзи и стейси решили что им комфортнее будет спать на новом водяном матрасе сьюзи и сказали джанель что они приедут к ней утром кэти кирби проснулась когда ее дочь вышла через парадную дверь она услышала снаружи голоса девушек езжай за мной к моему дому сказала сьюзи хорошо поеду ответила стейси джанель кирби была очень любопытной она была вместе со стейси маккол и сьюзи стритер этой ночью на вечеринках в честь выпуска и они согласились встретиться на следующий день чтобы вместе повеселиться в аквапарке брэнсона был уже почти полдень а подруги так и не позвонили джанель решила сама поехать домой к сьюзи по адресу из делмор стрит 1717 где как она думала они еще спят выпрыгнув босиком из машины первым делом джанель бросилась в глаза сияющее разбитое стекло у входной двери светильник на крыльце был разбит хотя желтая лампочка ярко светила при дневном свете должно быть кто-то или что-то задел его ничего серьезного подумала тогда джанель чтобы сделать приятное матери сьюзи майк парень джанель взял метлу и смел осколки многие годы спустя полицейские будут рассматривать эти осколки как одну из важнейших улик в исчезновении стейси маккол сьюзи стритер и ее мамы шерил лэвитт 7 июня 1992 года однако в тот день это было не более чем недоразумение которое могло поранить босые ноги джанель пока девушка пыталась рассмотреть дом сквозь окно в гостиной майк выбросил в мусорный бак единственную улику которая была связана с похищением или тройным убийством делом которая до сих пор заставляет вздрагивать жителей озорка машины всех пропавших были припаркованы рядом с домом джанель не обнаружила в доме чего-то подозрительного в гостиной было все чисто и ничего не вызывало никаких подозрений джанель обошла дом и попала на задний двор возможно подруги находились там нежесть на солнце ведь температура в тот день достигала 27 градусов но там никого не было джанель и майк решили получше заглянуть внутрь дома быть может подруги еще спали или же оставили какую-то записку в доме все тихо джанель знала что у сьюзи есть йоркширский терьер по кличке корица но не слышала его лай и продолжила вскрывать переднюю дверь корица прыгнул к ней на руки когда увидел человека которого он знал больше в доме никого не было девушка прошла по гостиной и кухне затем зашла в ванную и в комнату сьюзи кое-что привлекло внимание девушки покрывало на кровати сьюзи было стянуто вниз в комнате был небольшой беспорядок но ничего необычного для подросткового возраста сумочки всех троих были все еще в доме сложенные на пороге пустой спальни сьюзи сьюзи и ее мать шерил оставили в доме сигареты это было странно ведь и мать и дочь постоянно курили и очень редко выходили из дома без сигарет озадаченные джанель и майк поехали к своему другу надеюсь встретить там сьюзи и стейси прежде чем поехать в брэнсон но их друг по имени шейн не видел девушек и вообще до приезда джанель и майка он спал тогда они снова вернулись на ист делмор стрит но снова никого там не обнаружили вдруг внезапно до них дошло что шерил сьюзи и стейси могли пойти в магазин чтобы купить себе что-нибудь на завтрак поэтому они поспешили попасть в магазин но там снова никого не оказалось джанель и майк проверили пешеходные дорожки на каждой улице где теоретически женщины могли не спеша прогуливаться парень с девушкой уже начали беспокоиться но они еще не понимали что женщины пропали без вести они просто не знали где им еще их поискать но может знала дженнис мама стейси позови стейси после того как дженнис так и не дождалась к середине воскресного дня звонка от дочери она позвонила в дом джанель на звонок ответила сестра джанель они еще не проснулись сестра объяснила что джанель ушла куда-то вместе с майком тогда позови стейси попросила дженнис но ее здесь не было ответила сестра дженнис рассказала что стейси этой ночью ночевала у них сославшись на их с дочерью телефонный разговор 22 30 прошлого дня однако сестра джанель уверяла что стейси вместе со сьюзи поехали к сьюзи домой дома у кирби было много родственников поэтому девушки чтобы не стеснять их решили переночевать в другом месте дженнис немного расстроилась что дочь не сообщила ей об изменении планов но решила поговорить с ней по этому поводу позднее затем она позвонила в дом сьюзи и оставил на ответчик сообщения чтобы по возвращении стейси позвонила ей как и джанель с майком дженнис начала понемногу беспокоиться но не подавала виду семья макколов отправилась на озеро спрингфилд чтобы как они договаривались заранее посмотреть на лодочные гонки дома осталась мама дженнис бабушка стейси родом из оклахомы поэтому семья беззаботно могла наслаждаться жарким солнечным деньгом дженнис поговорила с джанель которая сказала что им с майком нигде не удалось найти стейси сьюзи в течение дня голос дженнис на автоответчике сьюзи с каждым разом становился все более и более неистовым ее беспокойство уже было очевидным беспокойство усилилось когда ей позвонила подруга мать одного из близких друзей стейси ты знаешь что сумочка стейси и ее машина вместе с машиной сьюзи стоят у дома шерил но самих девушек нигде нет спросила женщина солнце начало садиться дженнис и одна из ее старших дочерей сели в машину и поехали на ист-деламер-стрит они планировали отогнать машину стейси домой я хотела заставить ее поволноваться по поводу машины и одежды чтобы она не обнаружила их там где оставила и начала переживать раз ты меня не предупредила то и я не дам тебе ничего знать где же она наступал вечер большие деревья вокруг дома левитов затемняли вход в дом дженнис искала источник света и наконец нашла выключатель настольной лампы она осмотрелась в небольшой тускло освещенной гостиной и прошла по дому внезапно дом начали заполнять люди семья друзья и родители друзей начали проникать в небольшой дом задавая один и тот же вопрос где могут быть женщины дженнис расхаживала по кухне все еще расстроенная тем что стейси не сказала ей куда она собиралась это было не похоже на стейси младшую из ее трех дочерей она была ответственной девушкой и всегда рассказывала родителям о своих планах ранее стейси удавалось улизнуть из дома только для того чтобы отыскать маму которая стояла рядом с многоквартирным домом в которой она собиралась стейси знала свою маму и знала что ей необходимо постоянно звонить дженнис просто не понимала почему ее дочери нет так долго внутри дома находились не только сумочки всех трех женщин в которых лежали ключи а также крупная сумма денег в сумочке шерилл в доме также лежала некоторая одежда стейси сумочки дочери лежали таблетки от мигрени без которых стейси точно бы никуда не пошла для стейси эти таблетки были спасением при невыносимых головных болях на кухне вместе с дженнис находилась мама одной из подруг стейси они собрались проверить записную книжку шерилл и позвонить ее знакомым чтобы узнать не собирались ли куда-нибудь женщины дженнис начала звонить всем подряд включая бывшую падчерицу никто не общался с шерилл в последнее время дженнис позвонила ее мужу стю но и он не был в курсе не оставалось ничего другого кроме как позвонить в полицию однако дженнис не стала звонить в 911 а позвонила напрямую в полицейский участок она попросила записать ее данные и прислать офицера через пару минут офицер рик букаут получил вызов ночная смена обычно у копов ночные смены являются самым любимым временем для работы вызовы происходят очень редко офицерам не нужно беспокоиться о пробках на дорогах а задача в ночное время не отличаются особой сложностью букаут только заступил в смену и сразу же услышал треск полицейской радиостанции диспетчерам необходимо было отправить опытного сотрудника с трехлетним стажем работы по адресу из делмор стрит чтобы принять заявление об исчезновении людей когда он подъехал к дому его дверь была открыта свет был зажжен до него донесся запах свежего лака букаут подумал что должно быть кто-то занимался реставрацией мебели в доме уже было несколько человек там также была джиннель со своим парнем майком они так и не поехали в аквапарк whitewater вместо этого они посетили небольшой аквапарк в спрингфилде под названием hydras light у джиннель под одеждой находился купальник от которого намокли шорты в первую очередь офицер букаут поговорил со стью и дженнис макколами полицейский начал записывать показания макколов в свой крошечный блокнот их младшая дочь 18-летняя стейси пришла в этот дом на ночевку вместе со сьюзи стритер подругой детства поначалу они не собирались ночевать здесь но планы изменились они отправились сюда а утром планировали поехать в аквапарк whitewater вместе с друзьями они так и не позвонили своим друзьям по поводу встречи в брэндсоне и сами не отвечали на звонки которые начались с 8 утра букаут прошелся по дому дженнис шла рядом они зашли в комнату с юзи на стене висели плакаты с изображением известных блондинок по полу были разбросаны семь огромных мягких игрушек две планки на жалюзи были разделены как будто кто-то раздвинул их чтобы посмотреть из окна три сумочки лежали вместе вещи стейси лежали на сумке с юзи офицер сделал несколько пометок в блокноте телевизор был включен кровать не была заправлена все выглядело так как будто девушки собирались лечь спать на полу лежали цветочные шорты стейси в кармане которых лежали ее кольца и часы букаут предположил что стейси могла надеть вещи подруги но ее мама дженнис опровергла это предположение стейси была крупнее и не влезла бы в вещи с юзи офицер сел за обеденный стол за него же сели макколы и остальные присутствовавшие небольшой йоркширский терьер запрыгнул к нему на колени корица вел себя как бешеный боялся всех незнакомцев в доме тогда букаут очень хотел чтобы собаки умели разговаривать больше паники меньше надежд вторым офицером прибывшим на место происшествия стал брайан голд вместе с букаутом они попытались собрать воедино малочисленные факты об этом случае пропали три женщины они оставили свои сумочки и ключи от машин сами машины припаркованы у дома светильник на крыльце был разбит осколки подмели и выбросили пропавшие мать и дочь курили но оставили сигареты в доме можно выйти из дома без многих вещей но курильщик всегда возьмет с собой зажигалку и сигареты поэтому полицейские сразу же предположили что дело не чисто офицеры квалифицировали дело как пропажа без вести и возможное убийство пока джанель кирби наблюдала за работой офицеров внутри нее нарастала паника сидя на ступеньках крыльца и смотря на улицу она следила за каждым бликом фар молясь чтобы одна из проезжавших машин остановилась из нее вышли подруги объяснили свое внезапное отсутствие но эта надежда таялась каждой секундой девушка горько расплакалась в это время офицер букаут разговаривал с дженнис и следующий его вопрос словно оглушил женщину вы можете предоставить стоматологические карты стейси ее сердце заходилось тогда она знала что все в доме одежда сигареты и ключи сулят лишь одни неприятности по окончании следственных действий все вышли из дома и букаут запер дверь дженнис была поражена ее голос звучал безумно как же они попадут внутрь когда вернутся офицер попытался успокоить ее чтобы попасть в дом им нужно будет прийти в участок и назвать свои имена на входную дверь дома он приклеил небольшую синюю записку это было стандартное рукописное послание пропавшим если вы вернулись пожалуйста позвоните по телефону 864 1810 и сообщить об этом еще до того как телевизионные камеры и репортеры газет прознали об этом деле дженнис и стю макколы заключили соглашение не пообещали никогда не показывать на публике своих эмоций когда на них направляли камеры когда репортеры писали свои заметки макколы давили в себе слезы когда публика молила о возвращении их дочери стейси они не выходили за рамки заранее подготовленных заявлений это позволяло сохранять самообладание импровизация могла привести к срыву стю и дженнис заключили свое соглашение 8 июня 1992 к тому времени когда они не видели свою дочь более 36 часов и полицейские уже приняли заявление об исчезновении последний раз они видели стейси величественной счастливой молодой девушкой выходящей из дверей через несколько часов после окончания ее выпускного вечера в тот субботний вечер она направлялась на вечеринку к друзьям и вот в понедельник утром они настойчиво показывали фотографию стейси работникам больницы в надежде что они узнают в ней поступившую к ним молодую девушку без документов дженнис всем твердила что ее дочь страдает от мигрений и что время от времени она должна принимать лекарства и не имея при себе лекарств она могла решить обратиться в больницу несколькими днями ранее дженнис и три ее дочери смотрели по телевизору документальный фильм история адма уолша это реальная история маленького мальчика который исчез из универмага пока находился там вместе со своей мамой столкнувшийся исчезновением собственного ребенка дженнис опиралась на информацию почерпнутую из фильма им нужны были плакаты тысячи плакатов с изображением стейси с юзи и шерил им нужно было позвонить в сми и передать фото пропавших чтобы их смогли транслировать на всю страну и ей придется наладить прочные отношения с полицией чтобы поиски были глубже шире и тщательнее жесткий прессинг сидя за своим столом в понедельник утром сержант марк уэб перечитывал отчет о трех пропавших без вести женщинах и постоянно думал о своих двух дочерях отчет номер девятьсот двадцать сто шестьдесят девять его страницы были смешаны со страницами других отчетов о кражах нападениях и изнасилованиях совершенных за прошедшие выходные уэб был ветераном полицейского департамента спрингфилда с 15-летним стажем он понимал что дела плохи сразу три человека не могут случайно исчезнуть в одно и то же время выглядело как реальное дело не прикол когда департамент несколькими неделями ранее потратил уйму ресурсов когда офицеры опасались похищения молодой женщины на территории кампуса государственного университета миссури был обнаружен брошенный автомобиль внутри была женская сумочка а также имелись признаки борьбы департамент так навалился на это дело что тогдашний шеф полиции назвал жестким прессингом а по итогу оказалось что это была инсценировка девушка все обставила как похищение сама сбежала со своим парнем в калифорнию однако новый отчет отличался от предыдущего уэб передал его капитану тони глену и посовещавшись они решили что в этом деле следует применить жесткий прессинг было созвано совещание по итогу которого был подписан ордер на поиски в самом начале надежда ранее у дженнис маккол не было причин обращаться в полицию но теперь у нее не было другого выбора что им удалось найти какова их стратегия насколько глубоко они копают она потерялась затем она заметила ряд полицейских автомобилей и свернула к участку она стояла перед сержантом уэбом дженнис знала что поначалу полицейские будут предполагать что женщина где-то отмечают и затем сами вернуться домой но своим сердцем она чувствовала что это не так ее дочь попала в беду однако уэб сказал что дело уже передано в работу детектив ричард уэттер работал над делом департамент ждал ордера на обыск чтобы попасть в дом поскольку в доме не было следов борьбы а только один разбитый светильник снаружи не было состава преступления и тот факт что 18 друзей и членов семьи находились в доме в течение всего воскресенья также не смог помочь офицеры знали что время работает против них с каждым часом у них оставалось все меньше шансов найти женщин живыми уэттер стоял снаружи пока командиры ждали ордера на обыск небольшой дом был обтянут полицейской лентой и поставлен под охрану стали собираться соседи недоумевая что случилось с матерью и дочерью которые всего два месяца назад переехали в этот район клифф уильямс находился в своем доме в пригороде стэнфорда когда из сиэтла позвонил его брат джим отец шерилл левит он был расстроен джим рассказал клиффу об исчезновении сообщил что скоро приедет спрингфилд а также что снова позвонит если узнает что-то новое затем джим позвонил своей дочери дебби шварц которая тоже жила на западном побережье ей было тяжело поверить в то что произошло с ее сестрой шерилл и племянницей сьюзи шерилл никогда бы не впустила в дом постороннего и никогда никому бы не позволила обидеть сьюзи в понедельник днем капитан глэн столкнулся с шефом терри ноузом и его помощником роном уоршемом на пороге департамента они только что вернулись совещание в сити холли глэн провел еще одно совещание по делу о пропавших женщинах хотя полицейские получили одно сообщение о том что трех женщин видели садящимися в самолет детективы знали что дело куда более серьезное поздно ночью в понедельник на втором этаже полицейского департамента горел свет детективы совершали звонки и составляли последовательность событий которая вскоре должна была быть отображена перед шефом в переговорной длинные бессонные ночи для них начались 8 июня 1992 года почти все остальные дела были отложены это выглядело как могила сверху земля была влажной и темный как будто грунт недавно перекапывали офицеры дэйна каррингтон и рон хатчессон копали лопатами на участке скалистой лесистой местности неподалеку от озера спрингфилд поступил такой же звонок как и сотни других предлагали помощь в поисках трех женщин исчезнувших несколькими днями ранее звонок выглядел многообещающе долгожданный прорыв которым нуждалась полиция но этот след как и сотни других снова вел в никуда на самом деле это была не могила а огромный муравейник офицеры изучили все глупые зацепки следователь даже летал в арканзас чтобы проверить поле над которым пару дней назад заметили парящих птиц следовали видением экстрасенсов полицейские даже пытались читать карты таро в надежде что хотя бы одна наведет их на нужный след когда эти действия приводили к каким-то уликам любым незаслуживающим внимания или же наоборот важным их собирали маркировали отправляли на хранение среди этих улик были выцветшие запачканные джинсы из мусорного бака которые как показалось заявившему об этой улике гражданину издавали подозрительный запах а также пара больших женских трусов которые плавали в озере спрингфилд настолько большие что в них запросто могли бы поместиться сразу все три пропавшие женщины в отличие от всех предыдущих и всех последующих дел детективы получали возможные зацепки от граждан они от патрульных офицеров некоторые обвинили в этом бывшего начальника полиции терри ноулза которого они описали как эффективного менеджера не позволяющего детективам выполнить свою работу офицеры говорят что основные подозреваемые у которых по мнению следователей были мотивы для похищения женщин были исключены самим начальником полиции джордж ларби был президентом ассоциации офицеров полиции спрингфилда в 1992 году он говорил что офицеры чувствовали что ноулс не доверял им и это вызвало много споров в отделе во время крупнейшего расследования местных детективов ноулс не отрицал что у него был практический подход как у начальника он говорил что хотел большего чем брифинг он хотел знать что происходит но ноулс не согласен с детективами которые утверждают что его диктаторские методы подорвали дело все плохо в воскресенье 9 июня 1992 года лейтенант майк брейзилл был за городом он был новичком в отделе расследований и находился в пятидневной командировке ездил по полицейским департаментом пяти городов чтобы узнать как работают отдела расследований в других городах и как они проводят свои расследования мыслями он часто бывал дома в спрингфилде где двумя днями ранее бесследно исчезли три женщины во вторник 11 июня беспокойство в полицейском департаменте нарастало брейзилл был знаком с термином жесткий прессинг принадлежавшим ноулсу который подразумевает бросить на расследование все ресурсы оторвать офицеров от других дел каждый день майк брейзилл звонил глену ноулсу он был подавлен как и глен брейзилл очень хотел быть в спрингфилде дело становилось крупнее и загадочнее полицейские понимали что обучение брейзила сейчас важно как никогда его оставили в командировке когда он вернулся домой в пятницу 12 июня за день до того как офицеры выступили на телевидении а их коллеги на лошадях и лодках искали улики рыска по округу грин все изменилось размытая граница брифинг исследователей проводились в конференц-зале начальника полиции для информирования сми проводились ежедневные пресс-конференции к расследованию дела подключилась фбр детективов предостерегли от того чтобы они не делились полученными уликами со своими коллегами вместо того чтобы приходить в отделение и работать на телефонах как это происходит в ходе нормального масштабного расследования детективы получались записки с подозрениями о любой подозрительной активности некоторые сидели на телефоне и были вынуждены выслушивать беспочвенные опасения звонивших полицейские ветераны искренне недоумевали почему начальство ведет такую странную игру теперь решение по расследованию дела принимались в конференц-зале граница расследования была размыта по сути то чему большинство детективов специально обучались в полицейских академиях было отменено их теперешним начальником по сути талантливые детективы теперь были связаны по рукам и ногам а вот во всех остальных делах им предоставлялась полная свобода действий дело длиною в жизнь сентября 1992 года когда программа 48 часов увидела свет даррел мур присутствовал на конференции прокуроров он раздобыл себе телевизор в отеле где проживал потому что знал что будут освещать дело троицы из спрингфилда в передачу он наблюдал видео вставки всего города салон красоты в котором работала левит дом на делмор стрит где исчезли женщины маккола расклеивали плакаты с фотографиями и описаниями женщин далее по телевизору показали кадры прохождения двумя подозреваемыми проверок на полиграфия мур удивился как это смогли пропустить в эфир ведь это было грубейшее дисциплинарное нарушение полицейским запрещалось даже говорить о прохождении или не прохождение такой проверки не говоря уже об ее демонстрации по телевидению в те годы репортеры получили беспрецедентный доступ к материалам дела было рассказано практически про каждую деталь дела включая описание вещей которые находились в комнате женщин если бы у полиции появился подозреваемый и этому лицу было бы предъявлено обвинение прокуратура опасалась что у них будут проблемы в суде если бы защита утверждала о неправомерных действиях полиции это было бы правдой и все это делалось с подачи шефа полиции сам шеф полиции терри ноулс не согласен с обвинениями в свой адрес ему нужно было распространить информацию и средства массовой информации помогали ему в этом если бы это было серийное преступление другие сообщества по всей стране смогли бы помочь зеленый фургон женщина была уверена в том что она увидела 7 июня в день исчезновения женщин она стояла на своем крыльце на востоке спрингфилда любуюсь восходом солнца она заметила старую модель фургона марки dodge зеленого цвета фургон свернул на подъездную дорожку соседей за рулем была молодая блондинка очень похожая на сьюзи стритер лицо девушки исказил ужас женщина на крыльце услышала грубый мужской голос не делай ничего глупого женщина несколько дней боялась сообщить об этом когда она решилась заговорить полицейские уже искали фургон dodge то ли темно-синего то ли серого цвета один мужчина рассказал что будучи на парковке магазина неподалеку от дома левит видел фургон за рулем которого сидела молодая блондинка она ждала кого-то кто был в магазине мужчина записал на клочке газеты номер фургона потому что находил в этой ситуации нечто подозрительное однако мужчина выбросил эту газету полицейские провели над ним сеанс гипноза но мужчине удалось вспомнить только три первые цифры номера полицейские проверили вообще все зарегистрированные в соединенных штатах фургоны похожий по описанию автомобиль несколько недель простоял перед полицейским участком полицейские оставили его так в надежде что кто-то еще вспомнит подобный фургон и возможно связанные с ним исчезновение женщин по сей день мнение о фургоне расходятся некоторые офицеры считают что к исчезновению причастен фургон другие сомневаются в этом и те и другие сходятся во мнении что у полицейских было слишком мало информации чтобы говорить наверняка ради семей боль не утихает как и мысль о том что возможно что-то можно было сделать по-другому и несмотря на расприи 1992 года детективы говорят что знали ради кого работали ради семей с юзи и шерил ради дженнис и стю макколов течение первых недель расследования макколы сидели напротив сержанта марка уэбэ и воспроизводили для него запись публичного объявления в котором они молили о возвращении дочери когда запись закончилась уэб изо всех сил пытался сохранить самообладание помню я подумал что это не те люди у которых украли микроволновку говорит уэб у них украли девочку и они хотели ее вернуть мы были ответственны за ее возвращение я никогда не забуду как дженнис смотрела мне в глаза и повторяла вы должны пообещать мне что вернете мою девочку домой по состоянию на 2022 год через 30 лет после исчезновения дело по-прежнему открыто несмотря на почти 5000 зацепок полученных от местных жителей сын шарилл левит и брат сьюзан стритер бард стритер вёл блог посвященный этому делу в 2013 году он передал управление блогом своей дочери по имени ди загадочное исчезновение трех женщин в июне 1992 года до сих пор остается крупнейшей неразгаданной тайной спрингфилда и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok